Нашей первой героиней будет актриса нашего театра, подчеркиваю, центрального академического театра российской армии, заслуженная артистка Чеченской республики Юта. Она с 2005 года на Донбассе, прошу обратить внимание, с 2005, не когда началась военная операция и как-то вроде все зашевелились, а гораздо раньше она понимала, как там живут люди. И вообще она на войне, она с интереснейшей судьбой человек. И давайте сначала посмотрим клим. День за год На войне не грусти обо мне, я в дыму, как во сне. Бьется, бьется в жилах кровь за Россию, за любовь. Коль устал, пойди живой, поскорю. В этом зале актрису Центрального академического театра российской армии, заслуженную артистку Чеченской республики, автора и исполнителя Юту. Моя красавица. Моя красавица. Здравствуйте, Владимир. Моя красавица. Юточка, садись сюда, пожалуйста. Должна вам сказать, что при первой же встрече, когда мы встретились лицом к лицу, мы, я думаю, не совру, но мы почувствовали друг другу очень большую симпатию. Я как волновалась, это же Юта. Вот, короче говоря, мне кажется, что человек Юта открытый, добрый, расположенный. Существует в ней добро, которое она хочет обязательно высказать людям. Во всяком случае, мы это почувствовали. И сказала мне Юта такую фразу, что спрашивать можно обо всем. Конечно, скрывать нечего. Тем более, это наши друзья, это друзья нашего театра, это твои друзья. Первый вопрос, который, я думаю, уже самой тебе надоел, но с него надо все равно начать. Как к тебе обращаться? То есть, что у тебя за имя? Мне безумно нравится Юта. Мне кажется, что если бы работало 10 каких-нибудь пиарщиков, они бы в жизни не придумали. Вот так, коротко и ясно, Юта. Но и Анна, что является, так сказать, твоим именем, это тоже очень красивое имя. И мне оно нравится, может быть, больше всех женских. Расскажи, как, что рождалось. Значит, все очень просто. Меня бабушка нарекла Анны. И родители меня звали только Анюта. Поэтому Юта – это Анюта минус две буквы. Все вообще вот предельно просто. Да, все предельно просто. А написано уже, бог знает, что американский штат Юта. Потом я читала, что это японское слово. Чего только не придумать. Пусть придумывают хорошо. Вот, это и здорово. Ответь мне еще на один вопрос, который можно считать вступительным. Каким образом ты оказалась актрисой центрального академического театра российской армии? Театр армии – это какое-то космическое предприятие. Вот в моих глазах как ребенка было. И, конечно, когда я поняла, что, может быть, мне удастся стать членом этой большой семьи, это было осуществление мечты. А как это произошло? Я пришла к Ивану Ивановичу. Вот просто шла по улице. Так, пришла к Ивану Ивановичу. А дальше фронтовые бригады, они еще так не назывались, творческие бригады, которые ездили по воинским частям и поддерживали военнослужащих. И это был для меня колоссальный интересный опыт. То есть даже на проверку собственных сил. Потому что до этого я 18 лет служила на сцене в качестве эстрадного артиста. Значит, что такое саундчек, то есть настройка звука перед концертом? Ну, в моем понимании, это минимум три часа, только когда ты стоишь на сцене и отстраиваешь звук. До этого это еще два часа на проверку аппаратуры, значит, как это все звучит в том или ином зале. Как это происходит в наших творческих бригадах? Во-первых, все это происходит иногда в полях. Я же этого не знала. Я же взяла из дома вот такие каблуки и концертное красное платье с блестками. И Эдуард Владимирович нам утром говорит, так, выезд в 7, первый концерт в 12, второй концерт в 16, обратно в гостиницу в 20. Я думаю, а когда же саундчек? Значит, как выглядит саундчек? Наша звукорежиссер Ксения Клепикова приезжает на площадку в поле, расставляет аппаратуру и настраивает ее, внимание, за 20 минут. 20 минут! Ни один мужик гражданский с этим не справится. Ксения делает это. И главное, все звучит, все отлично. И та атмосфера поддержки от всего коллектива, та атмосфера поддержки, которая исходит от военнослужащих, это то, ради чего стоит жить. Это самое дорогое. Я хочу пояснить. Анечка не выходит в наших спектаклях на сцену. Она не играет роли, как вы понимаете, в спектаклях, в репертуаре. Пока. Скажем так, пока. Но Аня делает такое дело, невероятное для театра. У нее случается по 6 концертов в день. Это безумие, конечно. Это безумие, но это реально. Это ведь реально у тебя такое есть. В госпиталях, на плацу где-то или я не знаю где. Ты это делаешь очень искренне, просто без помпы, без рекламы. И тем ты нам очень-очень дорога. Ольга Михайловна, я не прославляю театр. Я в нем искренне служу. И вот это служение, оно делает меня счастливой. И надо отдать должное Ивану Ивановичу. Я привыкла все делать в этой жизни сама. Иван Иванович, простите, вам сегодня будет прилетать и прилетать. Это не потому, что мы хотим приятность сделать, это просто из любви. Я привыкла все в жизни делать сама. Устраивать себе концерты, аппаратуру находить, инструменты. Ну вот это вот все, да. И каждый раз, когда мне не хватает собственных сил, я обращаюсь к Ивану Ивановичу. Иван Иванович реагирует мгновенно. И просто человеческое вам спасибо за это. В помощь в этих самых концертах. У нас Артем Владимирович Горный, начальник департамента культуры Министерства обороны. У нас Людмила Ивановна Теунова. Ну это просто и все, все, все. Извините, что я не могу назвать каждого. Но действительно это так. Хочется каждому как-то свое, так сказать, выразить почтение и уважение. Но мы продолжаем разговор с нашей Анечкой. Кстати, Анна. Артем Владимирович во время нашей поездки туда сохранял такой позитив во всей команде, это человек, которого вывести из равновесия невозможно. И когда ты смотришь на этот пример, ты понимаешь, так, будь как Артем Владимирович. Да-да-да, спасибо за это. Ну все сходится, все наши, наши, и наши самые лучшие. Но мы продолжаем с тобой разговор, Анечка. По-моему, ты родилась не в Москве, но очень скоро стала москвичкой, да? Угу. Все так. И родилась ты в семье очень музыкальной. И совсем в молодом возрасте ты создала группу Юта. Ольга Михайловна, у меня папа очень помог, он дал мне деньги на запись первого альбома. На этом его финансовая помощь закончилась, но это был решающий шаг, потому что найти маленькой девочке деньги для того, чтобы прийти в серьезную студию и с большими дядьками записать альбом, это было нереально. Поэтому папа поучаствовал таким образом, и за это ему огромное спасибо. На энтузиазме удалось собрать музыкантов. Музыкантам понравились песни. Дальше пошли какие-то концерты, дальше пошли какие-то минимальные заработки. И все это вот так катилось-катилось-катилось. Потом музыканты поняли, что у певицы Жасмин они заработают больше. И ушли. У меня была трагедия, я рыдала два дня, потому что для меня это было предательство. Значит, музыканты – это моя семья, а тут Жасмин, а там деньги. Ничего, только крепче стало. Вы, Ольга Михайловна, интересный вопрос задали. Ты кто? Да. Да. Я на этот вопрос себе впервые честно дала ответ, когда пришла в Театр Российской армии. Я работник культуры. Я просто работник культуры. Потому что, безусловно, до определенного возраста мы все хотим подняться на вершину Олимпа. Мы хотим славы, мы хотим денег. И если это движет артистом, когда он выходит на сцены, не будет ни того, ни другого, ни здоровья, ни любви. И это понимаешь с возрастом. И когда к своей профессии ты начинаешь относиться как к настоящему служению, вот как медики служат, как военнослужащие служат, как артисты служат, тогда ты испытываешь настоящее счастье. Потому что, давайте честно говорить, мы счастливы только тогда, когда наш труд приносит кому-то пользу. Не деньги, а именно пользу. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы помните, что происходило в пандемии? Мы сидели, артисты особенно, мы сидели дома и тихо сходили с ума. Это же какой-то кошмар. И поэтому после выхода из пандемии мы с такой радостью рвемся выступать где угодно. Это тоже была хорошая воспитательная мера оттуда, как говорится. Верно. Вернемся к тебе, моя дорогая, великолепная подруга. Сольная карьера, как она начиналась, она тебя пугала. Но я, конечно, раньше думала, что артист, который работает сольно, это он сам по себе такой выходит на сцену, забирает себе все, значит, внимание, все бонусы и уходит. Молодец. На самом деле, конечно же, артист – это всегда командная работа. Это работа твоего директора. Это работа твоего звукорежиссера и концертного, и студийного. Это работа стилиста, который грамотную одежду тебе привозит, потому что сама ты что-нибудь такое на себя наденешь. Все-таки каждый должен профессионально заниматься в рамках своей узкой специализации. Это, безусловно, и режиссеры, которые работают с тобой и в видеопродакшене, и непосредственно на сцене. Но вот подумайте, у фигуристов всегда есть тренер от начала карьеры до самого конца. У балетных есть балетмейстер. У оперных – педагог, который занимается с ними всегда, даже когда оперный певец уже достиг, казалось бы, предела мастерства. А эстрадный артист, он такой выходит сам по себе. Нет. Это всегда команда. И поэтому я всегда говорю, что Юта – это команда. И мне как-то везло и везет на людей, слава богу. Я стараюсь по-человечески все-таки. Я не жесткий руководитель. Я бы хотела научиться быть пожестче, как это принято. Но у меня как-то все через любовь. Иногда я от этого страдаю. Ничего. Переживешь. А лучше пострадать, но из-за любви, чем порадоваться тому, что ты всех пригнобила как-то и все. А радости это не доставляет причем, да? Не доставляет радости, совершенно. Давайте посмотрим клип. Эта песня как раз немножечко говорит о начале твоей сольной карьеры. Хмель и соло. Только недолго, ладно? Ну хорошо, недолго, но нам интересно. Давайте. АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да. ретро-фм это очень тяжело принять потому что я еще слишком молодая красиво чтобы так что это вот как-то надо перед сыном объяснить 20 лет звучит в эфире смотрится современно вот как будто это снято вчера и причем в голливуде и ты красавица извините ради бога мы все думаем что вот на голливуде в голливуде снимают круто а наши но немножечко не до и музыканты тоже наши немножечко не до так вот апеллируя теми инструментами которые есть у наших режиссеров монтажеров музыкантов мы делаем гораздо более превосходящий продукт по качеству чем тот же самый голливуд и вот этот клип прямое подтверждение сделано не очень дорого сделано за один съемочный день в чистом поле но умеют наши наши все умеют ура ольга михайловна знаете мне вчера сын приходит и говорит мам а ведь мы все умрем я горю классный заход от подростка 15 лет да говорю да талян предстоящая умру он горит и я умру и внуки горит мои умрут я там хорошее начало думать чего он дальше то скажет а он дальше говорит но если это неизбежно значит нужно жить каждый день с удовольствием господи думаю ребенок 15 лет он понимает такие вещи каждый день жить с удовольствием это так просто а мы заморачиваемся на какой-то ерунде то у нас значит дороги не убрали или то у нас там не то в культуре звучит чтобы хотелось большинству или меньшинству то есть мы придумываем себе какие-то бесконечные проблемы а нужно просто порадоваться тому что вот есть только михайловна вот великая анечка есть такие люди которые вернемся к твоему лицу и к тому что я тебя представила кино актрисой думая что это произойдет в дальнейшем кино все равно ведь вошло в твою жизнь правильно кино да ты написала по моему чуть ли не к 40 фильмам правильно правильно вот каким это образом произошло расскажи пожалуйста с чего началось почему кино вдруг возникло это было счастливое стечение обстоятельств значит в городе перим у меня берут интервью в четвертом году 2004 году и говорят юта ты не хочешь пописать музыку для кино и я на голубом глазу вру да я уже даже собираюсь ровно через три месяца я выкладываю на радио песню жили-были через несколько месяцев мне происходит звонок от продюсера сериала солдаты и он говорит слушай понравилась мне песня можно я ее возьму я говорю можно а ты горит напиши мне еще я горю напишу таким образом мы начали работать над музыкой к сериалу солдаты и через год поженились а потом родили троих детей и именно олег осипов сделал из меня кинокомпозитора он показывал мне основу этой профессии он объяснял как писать музыку для того или иного эпизода то есть речь не о песне написаны для кино а речь абсолютно о всем музыкальном полотне и мне так понравилась эта профессия потому что там только у любви например есть там пять вариантов любовь романтическая любовь страстная любовь грустный и все это нужно в музыке передать а погони это вообще мой любимый жанр таким образом сперва я работала над его проектами потом стали приходить сторонние люди которым нравилось как я пишу приносить еще проекты и очень я засела на студию и начала писать музыку для кино быть кинокомпозитором это очень удобно с точки зрения быта ты не ездишь на гастроли ты всегда дома при муже ну ладно в 4 утра возвращайся со студии он в принципе не радуется но терпит но форма концертная и понимание того что без сцены плохо она начинала давлеть и я начинала внутренне психовать и в какой-то момент отписав свои там 38 кино я ему сказал давай-ка я вернусь на сцену говорит давай и тут вторая беременность и я рожаю двойняшек вот так человек предполагает да и а бог располагает слава богу и это был очень интересный момент потому что самое большое космическое удивление для меня было это осознать что во мне сейчас будучи беременной двойняшками три сердца 33 сердца мы сейчас посмотрим сериал солдаты это вот то с чего аня начала в кино и вот этот клип жили-были о котором уже речь шла давайте посмотрим когда нибудь настанут холода и ты опять уедешь и тогда ты опять уедешь и тогда тебе во след рукой и камнем вниз и сны сбылись и косы расплелись когда а 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 и а а так как да вот я думаю по этому сериалу Ты стала очень популярна у молодежи, потому что сериал «Солдаты», по-моему, молодежь сходила с ума, правда? Люди просто от души сделали красивую историю про людей, про весь спектр человеческих эмоций. И никто до этого не снимал кино про армию, про солдат, как-то тема эта была не сильно популярна. Они первые рискнули, и они получили, конечно, очень большой отклик. Замечательно. И у нас в разговоре прозвучало это имя, Олег Осипов, да? Твоя любовь, твой муж, и отец твоих троих детей. И, конечно, мы уже многие знаем, что произошло. Это очень грустно, тяжело говорить, но, тем не менее, эта жизнь в тот момент, когда ты осталась с тремя детьми, и умирает твой муж, любимый, горячо любимый, сыну три года, девочкам по одному году. Вот вы, дорогие люди, представьте себе эту картину. Я даже говорить даже не могу. Представить одну девочку вот в такой ситуации. Ольга Михайловна, ну как можно выжить? Ну просто выжить и все. Ну, во-первых, да, трое маленьких детей, они кому-то нужны, кроме меня? Вот я себе задала вопрос тогда. Нет. Бабушка не справится, дедушка не справится. И это те три человека, которые меня фактически вытащили. Потому что жизнь так устроена, все, что у нас есть хорошее, мы делаем своими руками. Все плохое фактически приходит само. И вопрос, на чем ты концентрируешься. И у меня встал выбор. Вот умер мой любимый человек, моя опора. Дальше что? Я буду что-то создавать хорошее для себя и для своих детей? Или там вниз по наклонной плоскости, да? Естественно, такой выбор даже не стоял. Надо было вставать, надо было заново обладевать профессией, надо было выходить на сцену. Потому что я должна была отныне серьезно и много работать для того, чтобы просто просить и прокормить их. Конечно, мама. Мама – это человек, который, ну, 47-го года рождения, понятно, да, в каких условиях она росла. У нас дед у меня был военным. И деду, как офицеру, была положена жилплощадь, когда его перевели в Свердловск после победы. И жилплощадь ему была положена сразу. Но что-то пошло не так, и ему дали землянку, а бабушка на сносях. И он год ждал очереди, когда ему дадут нормальное жилье, ему притило пойти и хлопотать за себя. Это вот такой закалки люди. И мама выросла в этой семье. И мама передала определенную дозу стойкости мне. То есть мама – это человек, у которого вот всегда все нормально. Дождаться от мамы там хорошо – это я не знаю, что надо сделать, чтобы мама похвалила. Она молодец в этом отношении. Папа очень помог. Вот папа вообще молодец. Вот. А маме, маме, я хочу, чтобы мы просто поаплодировали. Я мечтала, чтобы мама Анечки была сегодня здесь. И чтобы мы просто посмотрели на эту женщину. Я ее, к счастью, видела, и мы, к счастью, с ней знакомы. Я просто вот хотела бы, чтобы мы на нее просто посмотрели и ей поаплодировали. Потому что это какой-то высочайший подвиг материнский. А мне сын вчера еще, значит, после, так сказать, вот этого беседы, говорит. Разговора, да. Мама говорит, я тебя так люблю, ты будешь главным человеком всю мою жизнь. Я говорю, не-е-е, сын. Главным человеком у тебя будет жена. Он говорит, не-е-е, ты все… Я говорю, не-е-е-е. И вот я вчера ему объясняла, что задача матери – вовремя уйти в сторону и не лезть в семью. Согласиться на почетное второе место. Это наша участь. И нам нужно достойно к этому быть готовым и нести вот это вот бремя. Да. Чудесно, чудес. Сколько мудростей. Это не я, это сын. Это я, я чужая. Да, понятно, понятно, что твой сын, теперь мы запишемся к нему на беседу. Ольга Михайловна, послушайте, что делать-то? Понимаете, у него физика идет, ему нравится, и математика идет, но он хочет быть театральным артистом и драматическим. Все, Коченов киноват, Коченов. Да ладно, Ольга Михайловна, на вас он тоже насмотрелся. Знаете, с каким лицом он выходил из зала. Спасибо большое, Анечка. Ну, вернемся давай к тому моменту, когда ты пережила эту страшную потерю и вышла вновь к людям. И я не знаю, мне кажется, вот песня «Любимый мой» или «Я что-то путаю». Я расскажу. Да. Значит, я решила перечеркнуть всю свою прошлую жизнь, отправить Юту на пенсию, взять новый псевдоним и начать с нуля покорять, значит, Олимп. Меня хватило на полгода. Ничего хорошего из этого не вышло. Ну, русское радио поставило песню в модную, в ротацию, все замечательно, но от себя не убежишь, и это самое неблагодарное, что ты можешь сделать по отношению к создателю, по отношению к себе. И я вернулась, значит, в Юту. Да. И тут поступает звонок. Звонят мне с телеканала России и говорят, слушай, у нас тут сериал про казаков, и нам нужна песня. Там, чтобы и шансон был, и народная была, и рок-н-ролл был, и чтобы попса была. О, и чтобы про любовь, да не судьба. Я думаю, классно, отличная задача. И я пишу вот эту песню. Солнце да яркое белое горит, Ой, ночи темные да горячие объятья. Сердце да девичье ты заговорил, Ой, мама, маменька, да не умею врать я. Любви не мой, лети, как воленый ветер, Казачья кровь, да конь твой вороной. Любви не мой, один такой на свете, Это не судьба нам вместе быть с тобой. Я удивляюсь, но ты выполнила абсолютно все задания, которые тебе дали. Ольга Михайловна, я позавчера Детям насели и говорят, Мам, мы хотим вареников. Я говорю, ну, пошли в ресторанчик украинской кухни. И мы приходим с ними в ресторанчик. Я в каком-то свитре растяну, Причёски нет, ну, как человек. И мы сидим, едим эти вареники. Вдруг выходит девушка с баянистом И начинает петь. Любимый мой, лети, как воленый. Я думаю, прикол какой-то. Ну, ну, пой, пой. Думаю, наверное, меня узнали и прикалываются. И она допела песню до конца. Тут до меня начало доходить, Что никто меня не собирался узнавать. Она подошла к столику И говорит соседнему, Вам что-нибудь спеть? Парни заказали песню, она спела. Потом она подходит к нам и говорит, Вам, девушка, что-нибудь спеть? Я говорю, Спасибо, Вы только что мою песню спели. Она даже не поняла, о чём я. Она не поняла, кто я. Она говорит, ой, ну, хорошо, что мы угадали. И пошла дальше. Дети просто в восторге, Говорят, мама, Почему ты не вышла, не спела? Я говорю, потому что Я хотела поесть с вами вареников. Это такое счастье, Когда ты можешь Ты можешь просто поесть вареников Со своей семьёй. Анечка. Спасибо большое. Спасибо. Ой, Александр Николаевич. Ой, спасибо большое. Как приятно. Понимаете, что называется Любимые мои вареники? И всё, он решил, Это момент, когда нам подарили цветы. Да, Анечка, Но всё-таки хочется Главной темы Успеть, как говорится, Коснуться. Главной темы И разговора, И жизни твоей. Это тема вот войны, На которой ты, Причём, То, что я сказала вначале, Ты в Донбассе Бываешь с 2005 года, А не с начала Специальной военной операции. Вот, и вот скажи, Что для тебя всё-таки Эти выступления, Они больше Означают горе, Вот что ты видишь, Допустим, раненых, Или больше они означают Какую-то духоподъёмность. Вот что ты ощущаешь, Когда ты постоянно Выступаешь на войне? Первый раз в Чечне Я оказалась в 2005 году, И это несколько перевернуло Моё сознание, Когда я увидела Живых людей, Которые находятся В зоне боевых действий, И которые сохраняют оптимизм. Да, им было очень трудно, Но они как-то Мобилизовались и держались. На Донбасс Я начала ездить с 2015 года, И с 2015 года Я начала писать Свои патриотические песни, Которые на тот момент Были мало кому нужны. И, конечно, Когда началась Специальная военная операция, Интерес к этим песням, Он возрос. Поменялось настроение В обществе, Потому что раньше Многие смотрели на Запад Как на некий эталон всего. Сейчас потихонечку Люди начинают разворачиваться И смотреть внутрь, Внутрь страны И понимать, Что мы хорошие. А мы выживем Только при одном условии, Если мы будем понимать И принимать, Что мы хорошие. И мы очень хорошее общество. Мы все делаем правильно. Даже если мы ошибаемся, Мы имеем право на ошибку. Вот это самое главное, Что сейчас нужно держать В зоне внимания, В фокусе своего внимания. По поводу военнослужащих. Ведь в мирное время Мы же понимаем, Что в армии, Ну, давайте честно говорить, Скучно. Во-первых, Это 24 на 7 Это одни и те же лица Перед глазами. Это сложная социализация. Во-вторых, Там не существует Той зоны комфорта И той зоны отдыха, Которая есть у каждого из нас. То есть, После работы Мы приходим домой, Мы можем посидеть, Телеп посмотреть, С детьми пообщаться, Козу сделать. Мы можем В телефоне потупить. Мы все, что угодно можем. У военнослужащего Этой возможности нет. И поэтому, Жизнь там идет рутинно И в какой-то степени скучно. Я говорю про мирное время. И каждый приезжающий артист Это фактически Глоток свежего воздуха. И это надо и нам, артистам, И им. Тут как бы вот сошлось. Поэтому еще раз Огромное спасибо Театру Российской Армии За возможность быть там, Где не могут быть Большинство наших Сольных выступающих артистов. Что касается Времени нынешнего. Мы смотрим Репортажи И нам кажется, Что люди там За ленточкой Они грустные, Они зашуганные, Они в негативе. Ничего подобного. Там такой оптимизм прет. Там люди настолько находчивые, Они настолько Великодушно, Радостные, Потому что живы. Что вот это, конечно, Переворачивает. Переворачивает сознание. Что касается Военнослужащих. Я помню момент, Когда я приехала, И у меня фан-клуб Подарил футболку, И на ней зетка. Я думаю, Сейчас я к ним выйду С зеткой. Подхожу и говорю, Ребят, Военнослужащим, Вам как лучше, Что-то вот щелкло мне, Говорю, Зетку Или просто кофточку? Они говорят, Анна Владимировна. Они меня Анна Владимировна зовут. Анна Владимировна, Давайте просто кофточку. И, конечно, Им нужно просто Вот глоток свежий. Им иногда просто Поговорить хочется. И это Настолько дорого. Настолько дорого С общечеловеческой точки зрения. И Про себя начинаешь понимать Гораздо Более Глубокие вещи. Анечка, Ну вот просто честь, Хвала Наша любовь Безмерная, Наше счастье, Что ты наша. Что ты наш человек. И хочется еще послушать Твою одну песню, Которая вот Совсем новая. Есть она у нас. Конечно, Мне хочется, Чтобы ты что-то спела вживую. Есть гитара? Про песню хочу рассказать. Про песню. В клипе я сознательно Использовала вот этот мостик Между временами Великой Отечественной войны И нынешними временами. Потому что Именно на топливе Великой Отечественной войны, На памяти Мы сейчас все едем. Ведь тогда было Колоссальное сплочение. И сейчас должно быть То же самое. И, кстати, Вот просто хочу поделиться. У меня Сессионный гитарист, Который записывает На студию Все партии гитарные. Он очень дорогой И очень крутой. Он записывает Всем метрам Все партии. И стоит он Недешево. И он пришел Записывать эту песню. Сыграл мне бас-гитару. Сыграл мне все гитары. Потратил на это Шесть часов. И когда пришло Время расплачиваться, Я ему говорю Серега, сколько? Он говорит Анька, Пусть это будет Мой вклад в победу. Боже мой! Анечка, послушаем. Послушаем. Мы просто Первые слушатели Этой песни. Возбудите нас на заре Красная на небе заря Плавятся под нами Мосты горят Кто поднялся, Кто-то упал Прорастая пылью в тиши Браво! Два маленьких секрета Открою вам Два маленьких секрета Пролеты над землей Это с вертолета Из Луганщины Узнали? Да, с Артемом Владимировичем И второй маленький секрет И второй секрет Здесь присутствует Бэк-вокал Но мне нужен был Мужской вокал Как вы думаете, Кому я позвонила? Иван Ивановичем Нет Простите, Иван Иванович Я через вашу голову Позвонила к очному Андрею Он приехал на студию И отпел все мужские партии Да, Андрей Спасибо, Андрюша Андрюша – брат Брат Он и меня называет брат Если че Вы знаете, дорогие друзья Анечка ведь всегда поет вживую Поэтому, так как мы сейчас записывали все на пленку То пошли клипы Но отпустить Анну Надо как-то реабилитироваться Надо спеть вживую Поэтому где твоя гитара? Где моя гитарочка? И я предлагаю, знаете, что сейчас делать? Давайте без всяких микрофонов Да уж, тебе как бы честно, так честно Сетит незнакомая звезда Снова мы оторваны от дома Снова между нами города Звездные огни в аэродромах Здесь у нас туманы и дожди Здесь у нас холодные рассветы Здесь на неизведанном пути Ждут вам с вами вечер Начали Надежда Мой компас сильной А удача Награда За смелость За песни Довольно одной Что только Огонь Не делась Молодцы Молодцы Ты поверь, что здесь издалека Ты поверь, что здесь издалека Многое теряется из зимы Многое теряется из зимы Тай Многое теряется из зимы Многое теряется из зимы Надо только выучить зажагать Надо быть спокойным и упрямым Чтоб порой от жизни получать Радости скупые телеграммы. Надежда, мой компас земной, Алдача моя разоснела. А песни довольно одной, Что только одно не принесла. Спасибо вам огромное, это счастье. Спасибо. Спасибо, дорогая, милая, Анечке. Ой, спасибо большое. Спасибо, спасибо, как приятно. Мы пожелаем нашей Анечке, нашей грандиозной, прекрасной Анечке счастливого пути, счастливых дорог, чтобы ничего не коснулось никогда, никакое огорчение. Она свое счастье заработала и выстрадала. Анечка. Ой-ой-ой. Анечка, Лариса Ивановна, сама мама, у которой сын мобилизован. Сын в Луганской области, туда, куда едет Анечка. Передали все. Боже мой, спасибо. Лариса Ивановна, вам низкий поклон, всегда. Низкий поклон, Кося. Смотрите, Аня, ну, окончено. Скажи, что я твой брат. Ты мой брат, ты моя сестра. Ты мой брат, ты моя сестра. Ты замечательная женщина. Дай бог тебе всего самого доброго. Спасибо, Анечка. Спасибо, родная. Дай бог. Все, поможешь, Анечке. Ну, все, ты пришел помогать. Вот, 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 цветочечки. Итак, друзья, ну мы, я не знаю, кусок сердца. Этого дня никогда не забуду. Никогда. Ты сказала вначале, что ты никогда не забудешь. А уж я говорю в финале, с пониманием дела, этого дня никто из нас не забудет. Мы гордимся тобой. Мы хотим вот тоже, так же нести такую пользу и душу так отдавать, как это делаешь ты. Но мы стараемся и, в общем-то, делаем то же самое. Вы делаете больше. Каждый на своем рубеже, как говорится. Но мы тобой гордимся. Мы любим тебя. Ты нам родная. Лишний раз спасибо Ивану Ивановичу за то, что он нас соединил, объединил. Анечка, всегда. Анечка, вот он к нам плывет. Он к нам плывет. Это тяжелая артиллерия. Это вы добивались. Тяжелая артиллерия. Спасибо вам. Иван Иванович, спасибо вам. Спасибо. Анечка, гордимся тобой, любим тебя, молимся за тебя, чтобы все у тебя всегда было прекрасно. Красавица, умница, талант. Мы победили. Мы победили. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...